МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Цветочный квартал, Мясмолфест, фестиваль винограда и десятки праздничных площадок во всех районах города. В субботу Гомель отметил 877-й день рождения. Парламентская компания вступила в активную фазу. На этой неделе Лидия Ермошина приняла участие в семинаре-совещании в нашем областном центре. На страже экономической безопасности страны. Развитие службы – большое воскресное интервью с начальником Гомельской таможни Феликсом Ешковым. Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Выступления артистов и художественных коллективов. Мясмолфест с фудкортами, мастер-классами и дегустациями, а также инклюзивный квартал, интерактивные выставки и виноградный фестиваль. Вчера Гомель праздновал свой 877-й день рождения. Зрелищную церемонию открытия и самые интересные площадки посетили наши корреспонденты. Это уже традиция. Перед официальным открытием Дня города делегации городов-побратимов и партнеров встречаются с руководством Гомеля. Российский Ростов-на-Дону, Воронеж и Ульяновск, украинский Чернигов, сербский Новый сад, шотландский Абердин. С каждым из этих городов многолетние прочные связи, причем не только экономические. Культурная интеграция и совместная образовательная деятельность – это тоже важно. Сотрудничество длится уже на протяжении 30 лет, почти 30 лет. И за эти годы было сделано так много в разных сферах. Это сотрудничество, началось все сотрудничество между госпиталем Абердина и Гомеля. И дальше продвинулись сотрудничества между университетами двух городов и также обмен учащимися, а обыскалцы приезжают сюда по обмену Гомель. Утверждение, что Гомель постоянно развивается, подтверждают исторические факты. Если в 1870 году население города составляло около 15 тысяч жителей, в 1940-м – 140, то теперь свыше 500. Сегодня в это трудно поверить, но природный газ пришел сюда только в начале 60-х годов прошлого века. Примерно в те же времена гомельчане увидели и первый троллейбус. Сейчас Гомель – один из лучших городов Беларуси. Причем этот титул он неоднократно подтверждал официально. Гомель все последние годы, может быть, даже и десятилетия является одним из лидеров в вопросах благоустройства. Это отмечено и правительством, на уровне правительства. Ведь уже в этом году мы четвертый раз стали за последние 7 лет победителями республиканского конкурса. А можно вспомнить еще и другие, не менее такие громкие наши достижения, как дважды занесение на республиканскую доску почета по итогам соревнований республиканского на социально-экономическое развитие. Открытие дня города в этом году прошло на набережной реки Сож. Начался праздник с приятного подарка. Председатель облсполкома Геннадий Соловей вручил руководству городского исполнительного комитета сертификат на 2 миллиона 750 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на строительство поликлиники в 17 микрорайоне и укрепление материально-технической базы городских учреждений здравоохранения. И в продолжение праздника музыкально-театрализованный пролог с участием почти двух тысяч гомельчан. Во всех без исключения номерах тема малой родины. Гомель – это мы. И только мы можем раскрасить его яркими цветами. Это основной литмотив грандиозного шоу. На набережной реки Сож – выставка по дворе всех районов Гомеля. Основная тематика – цветы. Фантазию авторов никто не ограничивал. При этом многие площадки в этом году посвятили году малой родины и оформили в национальном стиле. Нам есть чем гордиться нашим прошлым и настоящим. И верить – у белорусов хорошее будущее. Практически все парки и скверы Гомеля в этот день стали концертными и выставочными площадками. Здесь и изделия ремесленников, и выращенные на частных подворьях овощи и фрукты. Включая еще совсем недавно экзотический для наших широт виноград. Сейчас на Гомельщине выращивается более 70 сортов. И даже в этом, не самом благоприятном году, урожай совсем неплохой. Попробовать солнечную ягоду мог каждый. Достаточно было просто посетить выставку. Я предпочитаю разнообразие, потому что каждый сорт имеет свой срок созревания и вкусовые качества. Один сорт начинает в августе, другой – в середине августа, а третий ем в сентябре. Я не останавливаюсь на одном сорте. Здесь же в сквере развернулся инклюзивный квартал. Главная цель – рассказать о проводимой работе по формированию в обществе положительного имиджа людей с ограниченными физическими возможностями. Три года назад Беларусь присоединилась к Международной конвенции о правах инвалидов. За прошедшее время сделано немало, но еще далеко не все. Речь в первую очередь о создании безбарьерной среды. И не только в плане свободного доступа в здание. Мы имеем в виду не только доступность, это как безбарьерная среда. Это доступность и право на труд, на отдых, на лечение, на оздоровление, на образование, ну, на все сферы жизни. И поэтому тут нужно много усилий со всех сторон и участие всех заинтересованных сторон в этом процессе. Площадь Ленина в этот день стала площадкой БРСМ – одно из самых интересных мероприятий. Конкурс «Самый сильный гомельчанин». По сути, это проводимое по международным стандартам соревнования силачей. Перенести камень весом 190 килограммов, перекатить шину в 300 килограммов, а еще так называемая фермерская прогулка. Это когда необходимо перенести специальный 280-килограммовый снаряд. Принять участие в конкурсе из всего Гомеля рискнули только шесть мельчаков. Первый раз было, не выиграл. Поэтому год поготовился, попробуем здесь. Просто в этом году большие веса добавили, очень огромные. Вот в отличие от тех. На площадке у Ледового дворца «Мясмолфест» – такое мероприятие не только в Гомеле, в Беларуси проводится впервые. Фудкорты, детские игровые площадки, дегустации и мастер-классы. Профессионалы учат всему, как правильно приготовить мясо, сварить суп и сделать хот-дог. Казалось бы, совсем не сложное блюдо, а у многих не получается. Настоящие повара секретов не скрывают. Самое сложное – в ней выбрать качественный продукт. Многие попадаются на некачественные сосиски, на некачественные булочки. Главное – подобрать вкусные сосиски. Если сосиска будет не сочная, то есть хот-дог не получится. День города – праздник, который объединяет, в том числе, песни. На протяжении всего дня в Гомеле звучала музыка. На сцене – местные художественные коллективы и известные артисты. Ансамбль – белорусские песняры. Столичные группы «Нави-бэнд» и «Дрозды». А еще российская дискотека «Авария» и народная артистка Украины Таисия Повалий. В коротких паузах между песнями она выражает слова благодарности публике и говорит о том, насколько близка ей наша страна и сами белорусы. И снова поет. ПОЕТ Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Морищенко. Новости недели. Вы смотрите «Новости недели» на телеканале «Беларусь-4». Мы говорим о главных событиях уходящих семи дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Президент Беларути 12 сентября рассмотрел кадровые вопросы. В частности, Александр Лукашенко согласовал назначение председателя нескольких райисполкомов, в том числе в Гомельской области. Анатолий Гапоник, который до этого работал председателем Лельчицкого райисполкома, занял аналогичный пост в Будокошелевском районе. В свою очередь, Лельчицкий район возглавил Сергей Косинский, председатель местного районного совета депутатов. Смелся руководитель и на предприятии «Гомельстекло» новый генеральный директор Петр Максимчиков, который до этого времени был заместителем гендиректора по экономике. 11 сентября в Гомеле прошел семинар совещания по вопросам проведения избирательной кампании. Участие в нем приняла председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина. Избирательная кампания в Беларуси вошла в активную фазу. Завершилась подача заявлений на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов депутаты в Палаты представителей. Следующий этап – создание участков для голосования и утверждение состава участковых комиссий. Среди их задач – составление списков избирателей. В ходе семинара совещания обсуждены также вопросы финансирования и материально-технического обеспечения кампании. Еще одна тема – участие политических партий, в том числе оппозиционных. На Гомельщине в окруженных комиссиях от них работают пять человек. Что касается внутренних и международных наблюдателей, то их регистрация также началась. В Гомельской области введен в эксплуатацию еще один бассейн. После почти трехлетней реконструкции посетителей принял спортивный объект в Мозыре. Основную часть средств, необходимых для масштабной реконструкции, выделил областной бюджет. Привлекались также деньги из местного бюджета и заработанные на трех районных субботниках. Общая сумма, направленная на реконструкцию, чуть более 6 миллионов 800 тысяч рублей. Сейчас в Мозырском бассейне могут проводиться соревнования международного уровня. Хотя в первую очередь бассейн рассчитан на местное население. В рамках реализации программы обучения плаванию школьников в Мозырском бассейне уроки будут проводить и для учащихся Лельчицкого и Петриковского районов. Также спортивный объект оснащен всем необходимым для людей с ограниченными физическими возможностями. Открытие, посвященное году Малой Родины, художественные выставки, демонстрация образцов служебной формы и оружия, присяга молодых сотрудников. Белорусские следователи 12 сентября отметили свой профессиональный праздник. По данным социологических опросов, Следственный комитет пользуется доверием и уважением в обществе. Это действительно эффективно действующая структура, оснащенная самым современным оборудованием. Сегодня раскрываемость преступлений в Следственном комитете Республики Беларусь 96,8% на уровне лучших европейских показателей. Во время торжественной присяги погоны следователей на Гомельщине получили около 50 молодых сотрудников. Современная гомельская таможня – надежный форпост на южных рубежах Беларуси. Она является барьером для нарушителей законодательства и эффективным инструментом пополнения бюджета страны. Высококвалифицированный личный состав, инфраструктура для внедрения перспективных технологий, передовой опыт. В преддверии профессионального праздника гомельские таможенники подводят итоги работы и продолжают шлифовку стратегии развития. О совершенствовании таможенной деятельности – наше большое воскресное интервью с начальником гомельской таможни, советником таможенной службы первого ранга Феликсом Ешковым. Феликс Алексеевич, добрый день. Добрый день, Ельцам. Мы с вами встретились сегодня на территории пункта таможенного оформления «Гомель-Белтамож-Сервис». Какие задачи он помогает решать и вашим коллегам, и региону в целом? «Гомель-Белтамож-Сервис» – это ведомственный пункт таможенного оформления, и на нем проходит так называемая таможенная очистка. Те товары, которые поступают сюда в адрес субъектов хозяйственных, которые расположены в регионе деятельности гомельской таможни. Ну и отчасти здесь рассамаживаются товары, которые возят субъектами хозяйственные и Минской, и Брестской таможни, Брестской области. Но все это зависит от логистики. Понятно, что украинские товары, наверное, и на раз легче ввести сюда, очистить таможенные отношения, а потом дальше доставлять заинтересованным лицам. «Гомель-Белтамож-Сервис» как ведомственный пункт таможенного оформления, он очень большое значение и большую роль играет, в том числе и в структуре гомельской таможни. Здесь оформляется порядка 30%, может даже несколько более экспортных товаров и более половины импортных товаров, которые сюда в Гомельскую область поступают. То есть для региона это действительно по-настоящему стратегический объект, в том числе ввиду значимых поступлений в бюджет? Да, можно говорить и об объемах тех товаров, которые сюда ввозятся. Я отмечу, что порядка 13 тысяч грузовых автомобилей в течение года здесь оформляются вместе с товарами. Совершается порядка 85 тысяч таможенных операций в отношении этих товаров и транспортных средств. Ну а если говорить о тех таможенных платежах, которые взыскиваются, то на сегодняшний день порядка 350 миллионов таможенных платежей поступило в бюджет от деятельности именно этого ведомственного пункта таможенного оформления. Ну с учетом того, что вся таможня дала порядка миллиарда 100 миллионов. Феликс Валентинович, у вас за плечами достаточно большой опыт работы на руководящих должностях в Могилевской и Минской таможне. А вот интересно, чем специфична нынешняя зона ответственности? Я и о людях, и о вооружении, и о профессионализме, да и не только. А я бы с этого, может быть, и начал бы. Наверное, не с того, что специфично для Гомельской таможни, а о том, что объединяет, наверное, и Могилевскую, и Минскую региональную таможню, и Гомельскую, да и все, наверное, таможни Республики Беларусь. Это профессионализм и ответственное отношение сотрудников к выполняемым задачам. Ну, а если говорить об определенных особенностях, конечно, в каждой таможне особенности свои. Если говорить о Гомеле, то у нас достаточно протяженная граница с Украиной, 620 километров. У нас достаточно большой участок границы с Российской Федерацией, порядка 180 километров. Ну, и знаете, хотел бы такую специфичную деталь отметить Гомельской таможне. В принципе, мы, наверное, единственные, кто в стране оформляет товары, которые речным транспортом перемещаются. У нас три речных порта, это Гомель, Речица и Мозырь. Вот, поэтому можно смело говорить, что Гомельская таможня, таможня единственная в стране, которая всеми пятью видами транспорта товары оформляет, которые перемещаются. Это автодорожный транспорт, автомобильный, это железнодорожный, это воздушный, это водный, трубопроводный транспорт. Ну, и можно отметить, что мы ведем учет, в том числе, и товаров, которые перемещаются по линиям электропередач. Какие нарушения таможенного законодательства сегодня являются наиболее распространенными? Если говорить об административных правонарушениях, то, наверное, это правонарушения, которые связаны с недекларированием товара. Если говорить о том, что за истекший период таможня выявила более трех тысяч административных правонарушений, то правонарушений, связанных с недекларированием товаров, более 1800. То есть это больше половины, наверное, всех незаконных действий, которые совершаются. Если говорить о более тяжелых нарушениях, если говорить о преступлениях, то, наверное, это преступления связаны с незаконным оборотом наркотиков. Из более чем 50 уголовных дел, которые возбудила Гомельская таможня в этом году и возбужденных по материалам Гомельской таможни, порядка 40 уголовных дел связаны с незаконным оборотом наркотиков. Как противостоять? Наверняка и вы, коллеги, все время задаетесь этим вопросом. Помимо кадрового потенциала, техническое переоснащение, безусловно, необходимо? Безусловно, необходимо. И на вооружении в Гомельской таможне, как и у других таможен, достаточно большой арсенал технических средств таможенного контроля. Причем на сегодняшний день преобладают технические средства неинтрузивного контроля. Нам не надо откручивать винты, разрушать какие-то конструктивные элементы. Недавно получили новый томограф, поставили его в пункте пропуска «Новая Гута». И сейчас личные вещи пассажиров, которые перемещаются через этот пункт пропуска, мы просто пропускаем, условно говоря, через эту рентгеновскую установку. И нам все видно, что же там идет. Достаточно быстро, эффективно. И я хочу сказать, что при помощи этой установки мы буквально недавно выявили недекларированных более 100 тысяч долларов США у одного из граждан, которые пересекали границу. Таможенные органы, они очень чутко относятся к различного рода нововведениям, в том числе и развивающиеся информационные технологии ставят себе на службу. И вот для того, чтобы, наверное, более эффективно выполнять свои обязанности, мы принимаем меры различного характера и в том числе совершенствуем как технологии совершения таможенных операций, так и внедряем новые информационные технологии. В качестве примера я мог бы привести следующее, что на сегодняшний день порядка 24% экспортных товаров, которые оформляются в Гомерской таможне, выпускаются вообще без участия инспектора. То есть почти четверть всего экспорта. 12% импортных товаров тоже выпускаются в автоматическом режиме без участия инспектора таможни. Что касается развития технологии, тоже совершения таможенных операций, мы проводим различного рода эксперименты, которые облегчают жизнь субъектам хозяйственным. К примеру, если взять Гомель, Калинкович, и то, что приходит в адрес субъектов хозяйственных железнодорожным транспортом, мы не помещаем под процедуру таможенного транзита. Товары сразу доставляются в те места, которые определены субъектом для их хранения. У нас эксперимент по экспортным товарам, по их отправке не из зон таможенного контроля, как это, по большому счету, определенного таможенным законодательством, а из мест хранения, определенных самими собственниками и экспортерами товаров. То есть это сокращает и время. Не надо обращаться в таможен, не надо создавать временные зоны, не надо размещать, к примеру, в постоянных зонах, в которых мы находимся. Вот. Не надо их обращаться. Ну, то есть и временные финансовые затраты, они минимизируются. Ну, и удобно, наверное, так. Можно привести пример того, что, допустим, на пункте пропуска новой орудни внедрена интеллектуальная система видеонаблюдения. То есть, по большому счету, въезжающая машина, да, если номер ее не загрязнен, очищен, то он сразу же отображается в информационных системах. Не надо выписывать никакие бумажные, там, контрольные талоны и прочее, прочее, прочее. Все это уже давно в прошлом. И вот именно в этом плане мы продолжаем развиваться. И действительно, в постоянном развитии секрет успеха, Феликс Валентинович, в завершении интервью у вас есть хорошая возможность в преддверии профессионального праздника с одной стороны поздравить коллег, но с другой стороны, как руководитель, обозначить основные направления для развития в будущем. Ну, я думаю, что с этого действительно надо начать, с тех задач, которые перед нами всеми стоят. И задачи эти серьезные. Вот. И мы прилагаем все усилия для того, чтобы решать их надлежащим образом. В первую очередь, это совершенствование нашего таможенного контроля, чтобы он был организован таким образом, чтобы минимизировать время взаимодействия заинтересованных и субъектов хозяйствования, и физических лиц, которые перемещаются с таможней. То есть мы должны быть для добропорядочных субъектов и физических лиц просто незаметны. Мы должны обеспечить взымание таможенных платежей в том размере, который определен законодательством. Ну и, конечно, правоохранительная составляющая нашей работы. Мы должны делать так, чтобы все совершенные правонарушения получили свою оценку. Ну а профессионального праздника, безусловно, все мы ждем с нетерпением, потому что праздник есть праздник. Мы всегда говорим друг другу добрые и теплые слова. И я вот, пользуясь случаем, хотел бы пожелать всем нашим сотрудникам, и в первую очередь ветеранам, которым мы очень благодарны за ту помощь и в работе, и в воспитании нашего личного состава, самые теплые слова и благодарности за работу, и пожелания, и здоровье, и счастье, чтобы складывалось и в личной жизни, и в служебной, и чтобы все всегда у наших сотрудников было хорошо. Феликс Валентинович, вам и вашим коллегам успехов. Спасибо. И спасибо за интервью. Спасибо. Сегодня все библиотекари Беларуси отмечают профессиональный праздник. По традиции, накануне Дня библиотек сотрудники организуют неординарную встречу с читателями, получившую название «Библионочь». Форум книголюбов в этом году пришелся на пятницу 13-е, и мистической тематики было не избежать. Но это еще больше подогрело интерес к событию. Самая безобидная эпидемия в мире – любовь к чтению – сегодня в моде. Гомельские библиотеки посетила наш культурный обозреватель Евгения Кухаронок. Гадания на картах Таро, беседы с психологом, мастер-класс по графологии, а также танцы, песни и квесты. В «Библионочь» обычный спектр услуг библиотек значительно расширяется. Меняется режим работы. Двери книжных храмов открываются лишь под вечер и закрываются поздней ночью. В этом году акция пришлась на пятницу 13-е. Однако, вопреки жанру, было совсем не страшно. Ну что, я готова испытать удачу в эту пятницу 13-е. Йогой я, конечно, занималась, однако на гвоздях еще не сидела и ни разу не пробовала. Вот здесь предлагается посидеть. Стул с гвоздями. Попробую. Даже приятно. Интерактивные площадки на каждом этаже. Здесь и квесты, и викторины, и сложные задачки. А для победы необходима лишь начитанность. В «Библионочь» автоматически отменяется главное правило – соблюдать тишину. В программе танцы, выступления музыкантов и азартные игры. Некоторым гостям удача улыбалась дважды. Мне повезло во второй раз. Попалась скидочка стопроцентная на покупку вот в таком оригинальном необычном магазине. Магазин называется «Свидание слепое». Здесь все обложки книг скрыты, неизвестен ни автор, ни название произведения. Можно лишь найти нечто свое по маленькому описанию. Я, пожалуй, возьму роман от первого лица о правде чувств. Проверить себя и свои знания, показать эрудированность и научиться новому. И все это в стенах библиотек, когда на часах приближается время для отдыха. Любителям почитать перед сном было не до того. Огни в окнах библиотек погасли ближе к полуночи. Продолжим книжную тему. Гомель на этой неделе принимал славянские литературные дожинки 2019. Фестиваль прошел в 14-й раз и собрал 150 участников из трех славянских стран – Беларуси, России и Украины. Три дня поэты и писатели, опытные и юные, находились в атмосфере абсолютного единения. К слову, фестиваль является своего рода отчетом мастеров слова о проделанной работе. За год писатели и поэты нашего региона издали 30 книг, два альманаха и провели более полутора тысяч встреч с читателями. Также гомельские литераторы стали обладателями ряда премий, в том числе международных. В Калинковичском районе прошел 9-й республиканский фестиваль народного юмора «Автюки». И с крометными шутками гостей радовали любительские и профессиональные творческие коллективы из разных регионов Беларуси. Конкурсы по дворе, спортивные автюковские игры, юмористические футбольные поединки и ярмарочные аттракционы-шутки. Однако увидеть все вышеперечисленное можно было лишь пройдя автюковскую таможню. Пропуском в «Эпицентр веселья» считался рассказанный оригинальный анекдот или спетая частушка. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгения Макеенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok